Итак, еще раз добрый вечер. Сегодня у нас семинар на тему использования функции MessageBox в макросах Microsoft Excel. Ну, что хочу сказать. Во-первых, позвольте представиться. Меня зовут Завьяов Андрей. Я преподаю в Центре специалист. Занятия провожу по курсам, связанным с программированием макросов на VBA в среде Microsoft Office. Ну и, собственно, это как раз сегодняшний предмет. То, что мы изучаем на начальном самом курсе по программированию макросов на Excel 4 уровень, а макросы на VBA. Так вот, тематика, которую мы сегодня взяли для обсуждения, в общем-то, небольшая простая вещь, которая может быть интересна и освоена даже теми, кто никогда еще макросы не программировал, но хотя бы пытался в Excel записывать их автоматическим образом. Кнопочка и запись макросы, если уже пользовались, то знаете, что можно записать без проблем какие-то действия, которые вы выполняете, просто выбирая команды из меню. Но вот та функция, которую я хотел бы продемонстрировать сегодня, она не относится к стандартным командам самого Excel. Это стандартная функция языка программирования Basic, и ее можно добавить в макрос, только запрограммировав, дописав вручную. При этом сама функция может использоваться как в простом, так и в сложном варианте. В ней заложены интересные стандартные настройки, и мы как раз на это посмотрим, разберем это и теоретически, и практически. Так вот, что конкретно мы будем с вами разбирать? Во-первых, первое, применение функции MessageBox в достаточно простом, стандартном варианте, когда она будет использована для вывода информационных сообщений. То есть просто некое сообщение, предупреждение, которое может говорить о том, что ваш макрос либо уже завершил работу, либо он на какой-то определенной стадии остановился. Это у нас первый такой момент, информационные сообщения. Но есть возможность использовать функцию MessageBox для организации стандартных диалогов, где мы позволяем пользователю сделать выбор. То есть сообщение будет снабжено дополнительно несколькими кнопками из стандартного набора, и, соответственно, выбор кнопки «Да» или «Нет» будет по-разному влиять на продолжение остальной работы. Ну, вот это все мы посмотрим на примерах в применении в среде Excel, хотя, в общем-то, MessageBox – функция стандартного типа, и она будет абсолютно точно так же запрограммирована и в макросах в Word, и в PowerPoint, и в любом другом приложении Microsoft Office. Ну и, собственно, для начала рассмотрим вот такую ситуацию. Вывод информационных сообщений с помощью функции MessageBox. Мы попробуем рассмотреть пример сообщения, в котором будет у нас постоянный текст, фиксированный. Это самый простой случай. Дальше сообщение, в котором может быть текст меняться и быть переменным каждый раз. Кроме того, посмотрим, как в тексте можно сделать перенос и написать его в несколько строк, если он получился достаточно длинный и громоздкий. Как поменять заголовок, как на сообщение, и, собственно, как выбрать стандартный значок сообщений. Для того, чтобы все это не только рассказывать, но и показывать, я думаю открыть Excel и создать какой-нибудь файл, который будет поддерживать макросы. Без этого у меня пока, хотя и состоится, я не смогу сохранить результаты работы. Если вы используете сейчас тоже компьютер и хотите вместе со мной это попробовать проделать, ну, в общем-то, пожалуйста, аналогично. Запускаете Excel и сейчас у меня, когда появится окно Excel, я вот в этом вот новом рабочем файле хочу и попрограммировать, но мне его стоит вначале сохранить. Сохраню я его, выбирая формат, поддерживающий макросы. Книга Excel, Excel, SX нам не подходит, а вот книга Excel с поддержкой макросов будет в самый раз. Назову я это, ну, здесь как угодно, примеры MessageBox, MSGBox, положу к себе в папку, где у меня это будет в дальнейшем храниться, где-то на рабочем столе. Это все делал, сохранить. Все. И дальше для того, чтобы показать вам примеры использования данной функции, переключусь в Visual Basic. Если у вас в Excel уже включена вкладка разработчик, то кнопка Visual Basic. Если такая вкладка не включена, то использую сочетание Alt F11. Вот здесь у меня всплывающая подсказка на экране, но у вас перед глазами видна. Alt F11, и вы попадаете в окно редактора VBA, которое может вам закрывать полностью Excel, может там частично его закрывать. Ну, вот у меня это окошко. Пожалуйста. В самом окне, посмотрите, у вас здесь, возможно, в Excel параллельно открыты какие-то еще файлы. Вам нужно выбрать именно тот файл, который вы сейчас создали и сохранили. Вот он в окне Project у вас отображается. И для того, чтобы в нем упражняться, добавить сюда модуль. Меню Insert, командочка Modules. Вот такой модуль. Возможно, он у вас появился не пустой, как у меня вот с этой настройкой Option Explicit, но стандартно, если никто здесь раньше ничего не программировал, не добавлял, у вас будет пустой модуль. Нам сейчас это не принципиально. И мы сделаем первый пример, в котором посмотрим использование функции MessageBox с постоянным текстом сообщений. Так и назову этот пример. Небольшая процедура. Сообщение с постоянным текстом, да? Назову постоянный текст. И вот тут я собираюсь использовать данную функцию MessageBox. Ну, во-первых, начнем с того, что MSGBox я часто произношу как MessageBox. Это действительно так и есть название, сокращенно от слов MessageBox, окно сообщений. Это стандартная функция, которая используется в языке Basic. И если я начну печатать название этой функции, MSGBox, причем неважно в каком регистре, здесь это не принципиально, ставите пробел, и у вас появляется вот такая подсказка, всплывающая с описанием аргументов данной функции. Подробно об этих аргументах можно прочитать в справочной системе. Если выделить функцию MSGBox и нажать F1, то можно дождаться загрузки справки. Но комментарии к вот этой вот подсказке я хочу заранее всем рассказать, чтобы мы могли потом осмысленно это использовать. Значит, у функции MessageBox основной синтексы следующий. Вначале идет название функции, затем перечисляются ее аргументы. Первый аргумент является обязательным. Это текст сообщения. Второй аргумент и прочие аргументы не являются обязательными. Их название взятое в квадратной скобке. И второй аргумент отвечает за отображение различных кнопок и дополнительно еще различных значков иконок в этом сообщении. Третий аргумент – заголовок окна. Можно также не менять, и тогда он будет выглядеть как стандартный текст. Какой-то, ну, чаще всего с названием приложения. У нас это будет Microsoft Excel написано. Можно же написать свой собственный текст-заголовок. Ну и прочие оставшиеся здесь аргументы. Справка, файл справки и контекст мы использовать не будем, потому что это средства, которые сейчас редко используются в работе. Можно было бы к данному сообщению MessageBox еще привязать какую-то ссылку на файл формата help. Но в данном случае help никакого не планируется, поэтому остальные аргументы будут не задействованы. И вот у меня пример MessageBox, здесь приведен, в котором я пишу текст «Добрый день», и он у меня выводится потом на экране вот в таком вот окошке здесь в виде сообщения. Дальше, WB Information в данном случае означает вот этот вот значок, иконку «Информационное сообщение». Ну а приветствие – это третий аргумент, это заголовок данного аргумента. Попробуем что-то подобное запрограммировать. Я вернусь в открытый у меня Visual Basic. Вот здесь это как раз будет отображаться. Ну и попытаюсь так сделать, чтобы было видно мою подсказку и эту программу. Значит, первое сообщение. Хорошо, пишу. Ну уже не «Добрый день», скажем, а «Добрый вечер». Написал. Если больше остальные аргументы никакие не трогать, то можно проверить, как работает данная процедура. Я запущу ее прямо здесь же, вижу в бейсике, вот этой кнопкой «Рансап», либо нажав клавишу «F5». И вот, пожалуйста, результат. Сообщение с текстом «Добрый вечер», заголовок стандартный Microsoft Excel, никаких картинок, и стандартно кнопочка «Ок». Кстати говоря, то, что у нас кнопка «Ок» будет отображаться по умолчанию, было понятно из вот этой подсказки. «QuickInfo» писало, что второй аргумент «Buttons» имеет значение, равное «VB» «Ок» «Онли», только кнопка «Ок». Вот такой вот результат. Собственно, вот это у нас сообщение с постоянным текстом. Теперь попробуем вариант сообщения с переменным текстом. То же самое, но у меня вместо вот этого текста будет какой-то вариант текстового выражения, то есть это можно представить примерно вот так. Новая тестовая процедура. Переменный текст. Переменный текст. Ну что может быть переменным у нас? Ну, например, при запуске процедуры у меня может каждый раз на компьютере отображаться различное время. Есть в Basic специальная функция, которая отвечает за отображение текущего времени, и я хочу ей воспользоваться. То есть я напишу вначале текст «постоянный», взяв его в кавычки «сейчас», а потом добавлю к этому продолжению ссылку на функцию «time». Basic time – это текущее время, и, соответственно, вот что у меня сейчас на компьютере выставлено в системных часах, то и будет отображаться в сообщении. Запускаю процедуру. Пожалуйста, сейчас, и время 17.40 с секундами отображается в этом случае. Но при последующем запуске этой процедуры мне покажет уже другое значение времени, соответствующего моменту запуска процедуры. Пожалуйста, вот такое сообщение получилось. Если текст сообщения, который мы планируем написать, достаточно громоздкий, то есть он у меня будет не такой коротенький, а, возможно, будет длиннее, то имеет смысл для этого завести переменную, которая будет вначале формировать сообщение, а потом подставлять его в MessageBooks. Собственно, что я хочу сделать в третьем небольшом тесте, это у меня будет сообщение с длинным текстом, с переносом текста. Здесь перенос текста действительно будет не лишним. Так, напишу перенос текста. Перенос текста сообщения. А что я в данном случае собираюсь делать? Объявляю переменную для текста сообщения. Она будет иметь тип string, текстовая строка, и поэтому я ее традиционно называю таким именем, в котором буквки str присутствуют. strx, string. Далее. А далее я пишу, чему будет равна эта переменная strx, и сообщение у меня будет немножко подлиннее. Я напишу там и сегодняшнюю дату, и сегодняшнее время. У меня будет написано так. Сегодня date, дата такая-то. И потом продолжение. Скажем, как-нибудь там через запятую. Вот так. Сейчас. Time. Время такое. Но, чтобы это сообщение увидеть на экране, мне опять нужен message box. Только в качестве первого аргумента я укажу имя переменной. string.x. strx. И, собственно, как сработает сейчас результат сообщения, пожалуйста, он мне выводит вот такой текст. Сегодня 9.07, сейчас 17 часов, столько-то минут, столько-то секунд. В принципе, можно было бы еще поинтереснее сделать это сообщение подлиннее, по развернуте. Например, если бы я применил к текущей дате форматирование. И вывел бы не просто date, текущую дату, а что-нибудь вот такого плана. Здесь у меня было написано формат. Для даты. И я бы указал там дату, в которой будет и число, и месяц, и год. Ну и, например, месяц будет написано словами. То есть вот это будет условное обозначение вот такого плана. В этом случае запускаю процедуру, и сообщение получается сегодня 9 июля 2019. И, наверное, надо было написать года, а потом сейчас столько-то у нас времени. Ну вот такой вот текст получился. Ну и года мне тогда где-то надо написать как продолжение. Сегодня 9 июля 2019 года, сейчас столько-то времени. А дальше я понимаю, что это сообщение получилось уже длинное, и можно было бы в каком-то месте его разорвать и перенести продолжение на следующую строчку. Ну, например, вот здесь, после запятой, перед словом сейчас, делать перенос на следующую строчку. Как это делается? Для этого у нас существует специальная функция, которая позволяет в текстовом сообщении добавлять символ переноса строки. В нашем случае это символ клавиши Enter. Непечатный символ. Но единственное, что мне нужно его вставить вот в этом месте, и здесь мне придется тогда сделать какой-то разрыв. Не хватает места отобразить все на экране. Я еще сделаю вот так вот, пошире немножко это окошко. Вот, и в данном месте у меня будет выражение CR13. Вот, код 13 – это код клавиши Enter. И у меня таким образом будет добавляться после вот этого текста, что сейчас такое-то число 2019 года, перенос на следующую строку, и там будет слово сейчас и текущее время отображено. Покажу. Запускаю процедуру. Пожалуйста. Сегодня 9 июля 2019 года, запятая. Сейчас столько-то времени. Вот, пожалуйста. Хорошо. Это у нас был пример текста с переносом, и мы с вами в нем наблюдали соответствующую картину. Пока я, как видите, использовал во всех примерах только один первый аргумент функции MessageBox. Это текст сообщения, и, в общем-то, это у нас действительно обязательный аргумент, без которого функция бы не стала работать. Какие ограничения в тексте сообщения есть? В справке указано, что максимальная длина этого сообщения – 1024 символа, то есть чуть больше 1000 символов. Это достаточно много, это несколько строк текста, и вот как раз переносить этот текст и специально искусственно делить на абзацы мы с вами как раз можем с помощью вот такого вот символа CR13. Это символ, соответствующий переносу строки. Хорошо. Ну а теперь следующий момент. Я говорю, что можно менять заголовок окна сообщения и выбирать различные стандартные значки. Начну с заголовка. На любом из предыдущих примеров, пускай у меня будет, ну хотя бы вот этот переменный текст, я сделаю следующее. Подсказка у меня была здесь, в которой указан аргумент title был третьим по счету. Вот если я пропущу второй аргумент и сразу обращусь к третьему, я могу написать здесь что-нибудь такое, ну не важно, внимание. Вот это вот слово «внимание» заголовок появится у меня в окне сообщения в верхней части. Раньше что там было? Ну вот здесь, например, у меня раньше было просто Microsoft Excel, то есть название того приложения, где мы программируем это сообщение. Здесь свой собственный текст заголовка. То же самое при желании его можно сделать переменным, но чаще всего это какое-то небольшое, короткое такое название в целом данного окна. Ну и, наконец, по поводу картинки. Картинку, если вы хотите выводить в данном сообщении, то давайте я это продемонстрирую на вот этом примере с переносом текста. Дело в том, что у нас существует возможность использовать три вида изображений в MessageBox. Для того, чтобы вам о них подробнее подсказать, я попробую вызвать справку на функцию MessageBox, нажимаю F1, чтобы не быть голословным, а вы знали, где это потом можно подсмотреть. В справочной системе про функцию MessageBox сказано, что у нее очень много интересных настроек, находится во втором аргументе. Второй аргумент, он называется Button с кнопки, но отвечает он не только за кнопочки. В нем также есть и настройки, отвечающие за отображение небольшой картинки в тексте сообщения. Эта картинка не любая, какую вы хотите, а одна из четырех стандартных картинок. И вот эти описания в справке я сейчас показываю. Значит, это значения, соответствующие кодам 16, 32, 48 и 64. Но чтобы не запоминать эти цифры, вы можете использовать их название константы. WB Critical, WB Question, WB Explanation, WB Information. То есть это информационное окошко или окошко с каким-то предупреждением или с вопросом. И в зависимости от того, какой смысл вы вкладываете в сообщение, вы можете комбинировать вот этими четырьмя иконками в вашем случае. Причем не надо их название печатать вручную, так как когда вы ставите запятую для второго аргумента, то здесь в списке констант присутствуют и как раз эти варианты. Ну, давайте я попробую. Вот мне попался WB Question вариант. Значит, это будет MessageBox вот с таким значком вопроса. Но здесь не к месту. Причем здесь вопрос, когда у меня сейчас сообщение утверждающее. Поэтому я могу правым кликом вызвать List Constance. Опять этот список констант и предложить вариант, например, вот такой. WB Information. Информационное окошко. Ну, вот это вот такой вот значок кругленький. Информация. Да, это здесь было бы к месту. Ну, а если интересно посмотреть на другие два значка, то, пожалуйста, могу продемонстрировать. Exclamation. Это что у нас? Вот такой треугольничек. Но это предупреждение о некой ошибке или какой-то достаточно критический здесь момент ситуации проявилось. То есть мы должны на это обратить внимание. Ну, и еще значок критической ошибки. Вот это действительно уже серьезная ошибка, останавливающая работу. Вот такая вот иконка. Ясно, что здесь мне вполне подходит вариант, который мы с вами видели. Вот сейчас в списке констант Information. Пробую. Запускаю процедуру. Пожалуйста, вот этот значок. Но, кстати говоря, не обязательно писать название этих констант. В справочной системе, только что я показывал, у нас к этому значку соответствует код 64. Если я здесь напишу цифру 64, будет тоже самый эффект. При запуске аналогичный значок отображается. Но, во-первых, это надо расшифровывать, подсматривая в Help, который не всегда под рукой. Во-вторых, этот вариант не предлагался в списке, а вот как раз выбрать константу с понятным по смыслу названием не составляет труда. Так что он, пожалуйста, информационное сообщение. Ну, и третий аргумент не обязательный для заголовка, но если вы его используете, то он у нас здесь тоже будет присутствовать. То есть это напишу какой-нибудь текст. Вот так, сообщение, запускаю процедуру, но вот, пожалуйста, сообщение. Сегодня такое число, сейчас столько-то времени, все, окей. Вот такого типа сообщения, которые мы сейчас посмотрели и запрограммировали, для какой цели могут быть полезны? Они несут очень простой информационный смысл. Мы можем их использовать в наших любых решениях в готовых записанных макросах для того, чтобы выводить, например, финальное сообщение. То есть макрос работает и требует для выполнения всех операций какого-то ожидания, то есть там 3 минуты, 5 минут он что-то думает, вычисляет. И в конце говорит, все готово, окей, нажмите кнопочку, посмотрите на результат. Без этого сообщения действительно не всегда понятно, процесс уже закончен или нет, сколько еще ждать ответа. А здесь можно вывести и поподробнее информацию, сколько времени было потрачено на выполнение этого макроса, то есть какой-то расчет добавить. И когда мы стартовали, сколько сейчас на момент завершения работы этого макроса времени. Это, в общем-то, все здесь можно легко было бы описать. Но есть и второе назначение месседжбокса, которое я считаю не менее интересным. Дело в том, что кроме сообщения с одной кнопочкой ОК, которая, в общем-то, обычно завершает всю работу и говорит, все в порядке, у нас все получилось, мы можем с вами организовать месседжбокс с несколькими кнопками. В этом случае выбирается одна из стандартных комбинаций кнопок. И в зависимости от того, какую пользователь из кнопок нажмет, у нас месседжбокс будет выполнять различные действия. Причем, что интересно, если у вас выводится несколько кнопок, то можно одну из них сделать настроенной по умолчанию. То есть если, не глядя, пользователь нажмет, где-то мышка еще, или нажмет клавишу Enter, на клавиатуре сработает нажатие именно на эту кнопку по умолчанию. Ну и в зависимости от сделанного выбора у нас, получается, будут различные действия и надо запрограммировать целую процедуру. Реакция на выбор той или иной кнопочки. Как это организовать, я тоже сейчас продемонстрирую. Итак, пример диалогового окна месседжбокс с несколькими кнопками. Вот можно легко запрограммировать что-то подобного типа. У вас появляется окошко с текстом сообщения. Текст сообщения, естественно, может быть взят из переменной, а не, как у меня здесь написано, фиксированный. И отображаются две кнопочки, да и нет. Причем, как вы видите, по умолчанию у меня активно кнопка нет. Если я, скажем, чаще не готов, чем готов, пускай она у меня предлагается как основная на первом этапе. Как я этого добился? Во втором аргументе месседжбокс указал сумму двух констант. Первая константа vb yes-no означает как раз отображение двух кнопок да и нет. Плюс константа vb default button 2, то есть из двух кнопок вторая у меня будет активно по умолчанию. Если не указывать вот этого второго параметра, то по умолчанию будет всегда у нас считаться активной первая начальная кнопочка. Ну и здесь уже мы сами выбираем, имеет ли это смысл или нет. Вот хочу запрограммировать что-то подобное, отдельную процедуру сделать. И назову я это, посложнее немножко, это у меня будет называться диалог подтверждения. Вот такой диалог подтвержден. Итак, я, во-первых, не уверен заранее, будет ли у меня коробки и текст сообщения или длинный. И поэтому, естественно, введу переменную для текста сообщения. Хуже никак не будет, но если частный случай и сообщение из двух-трех слов, конечно, можно было без этого обойтись. А так, тоже переменная strx у меня будет s-string, как в предыдущем примере. И само сообщение я планирую такое, чтобы в нем у нас был вопрос. Вопрос, на который можно ответить, да или нет. Хорошо, тогда сформулирую что-нибудь подобного планом. strx, будет вопрос, вы хотите продолжить работу. Вот такой вопрос. А дальше, если я напечатаю сейчас, как до этого делал, message box с переменной strx, то это будет несколько странное сообщение, в котором у меня выводится вопрос, а в ответ только одна кнопка OK. То есть хотите, не хотите, работать вам придется кнопочка OK. Естественно, хочется использовать и вторую кнопку. И вот тут мы выбираем с вами из списка констант, тоже один из подходящих вариантов. Вариантов этих немного. Всего у нас message box поддерживает 7 разных кнопок, но использует их только в некоторых ограниченных комбинациях. У меня до сих пор где-то открыта справочная система на функцию message box. Так вот, в хелпе на message box эти комбинации описаны вот таким вот образом. В самом начале, от нулевого до пятого значения, это как раз у меня значение констант для комбинации разных кнопок. И вот, посмотрите, в качестве примера, единичка означает VB OK cancel, то есть отображение двух кнопок OK и отмена. А вот цифра К3, например, выведет мне в сообщении три кнопки. Yes, no, cancel. То есть, пожалуйста, название константы хорошо за это отвечает. Я же хотел сделать сообщение с двумя кнопками, и у меня это константа VB Yes, no, или цифра 4. Но цифру 4 еще надо вспомнить, а VB Yes, no, у меня появится вот в этой подсказке в выпадающем списке константов. Вот теперь, если я попробую данное сообщение запустить на выполнение, пожалуйста, будет вопрос и две кнопочки, да или нет, у меня здесь появились, стали доступны. Хотите, чтобы у вас умолчание было активно, кнопка нет, тогда можно написать продолжение. Плюс, и у нас вот это VB Default Button 2. И в этом случае сообщение, которое я запускаю, давайте я вот так сделаю, чтобы остальные процедуры нас уже не отвлекали. Сообщение теперь будет вот такое. Подсвечивается активно, кнопка нет. Если я не мышкой, а Enter сейчас нажму, у меня сработает именно клавиша нет. Ну и, наконец, еще один момент. Я в предыдущих примерах использовал картиночки для месседжбокса. Здесь как добавить картинку? Пожалуйста, вы можете написать еще плюс и значок вопроса. Здесь будет очень кстати VB Question. Вот тогда, пожалуйста, будет сообщение с двумя кнопками, с вот этой иконкой и активно вторая из этих двух. Ну а заголовок окна – это у нас отдельный аргумент, аргумент, который не обязательно используют, но можно было здесь написать подтверждение. Пожалуйста. Вот поменялся заголовок окна, рисунок, текст сообщения с вопросом и две кнопочки, которые мы здесь используем. Ну а дальше самая интересная часть решения, которое необходимо дописать. Дело в том, что в нашем случае, независимо от того, какое я кнопку нажимаю, да, либо нет, эффект один и тот же. Окно просто закрывается. А вот для того, чтобы выяснить при закрытии окна, какая была нажата кнопочка, и в зависимости от этого дальше по-разному продолжить работу, нам необходимо запрограммировать здесь целую процедуру. Процедуру проверки выбора кнопки. Как это сделать? Давайте поясним. Дело в том, что опять-таки вернусь в справку на MessageBox, которую я вызывал сейчас, выбирая просто название функции, нажимая F1. У меня в справочной системе, она была открыта, но еще раз откроется, не страшно, в справочной системе есть целый раздел «Возвращаемые значения». И, пожалуйста, вот этот список возвращаемых значений. Всего у нас в зависимости от выбора может отображаться 7 разных типов кнопок. В нашем случае выбран MessageBox с кнопками «Да» и «Нет». Так вот, нажатие на кнопку «Да» – это возвращение значения цифры 6, или это значение равно константе VBS, что проще запомнить, чем шестерочку. Но нажатия на кнопку «Нет» – это у меня цифра 7 или константа VBS. Если у вас большее количество кнопок, значит, можно тогда и их значения уточнить, и названия. Но они, в общем-то, по смыслу очень похожи. Как называется кнопка в английской версии, скажем, «Cancel», так и ее константа называется также, только с добавлением вот этой приставочки от слова «Visual Basic» – «VB Cancel». Подобные вещи мы как раз и можем использовать в решении, но здесь удобно будет сделать так – завести специальную переменную числового типа, записать в нее ответ, который мы получили в окошке MessageBox, а потом делать проверку. Если нажата кнопка такая-то, то одни операции, если другая, то другие операции. И вот тут получается, что значение, которое возвращает нам функцию MessageBox, может быть цифрой целым числом от 1 до 7 – это значение типа integer. Об этом, кстати, справка в самом начале говорит, что у нас, открывшись диалогом окошки, ожидается нажатие кнопки и сохраняется потом значение integer, обозначающее выбор нажатой кнопки. Тогда что я сделаю здесь? Добавляю еще одну переменную. Пускай она называется там, скажем, int какая-нибудь… Ну, это не int, вот так, int, k – кнопка, или k – клавиша, неважно, s – integer. Дополнительную переменную я дописал, и у меня изменится само сообщение MessageBox. Дело в том, что если вы используете MessageBox, в котором нужно отследить, какой же результат у вас получился, вы его вызываете чуть-чуть более сложным образом. Вначале, перед названием функции, пишется имя переменной, потом равно, а затем оказывается, что в таком случае аргументы должны быть в круглых скобочках. Вот до сих пор я нигде не ставил эти круглые скобки, в предыдущих примерах их не задействовал, потому что это привело к сообщению о неверном синтезисе. Вот тут поставь я круглые скобки, мне красный цвет сразу показывает, что такое выражение некорректно. Здесь же наоборот. Ну, вот почему-то для MessageBox у нас два случая. Если результат работы у вас сохраняется в какой-то переменной, то аргументы должны быть в круглых скобках, как мы это видим в всплывающей подсказке. В случае, если MessageBox с одной кнопкой OK или даже с несколькими, но нам не важно, какую из них нажимали, круглые скобки здесь по синтезису не нужны. И после того, как я выполню данное действие, можно написать какой-то небольшой IF. Выбрали одну кнопочку или другую, у меня в зависимости от этого продолжение различное. Я запрограммирую вот такую проверку. Если переменная int k равна константе vbs, то тогда будет одно действие. Else какое-то другое. And if. Ну, а в качестве действия, может быть, все, что хотите, я здесь напишу обычный MessageBox. Уже без всяких. Прекрасно, здесь будет у меня MessageBox. Вы хотите продолжить работу? Я говорю, да, мне говорят, продолжайте. Ну, а если будет иначе, то сообщение будет совсем другое. То есть я напишу, что все, до свидания, спасибо. Если вы не хотите продолжать, то и не надо. Ну, и чтобы они, опять-таки, чем-то отличались, давайте у этого продолжения у меня будет значок информационный vb-information. Вот такое присутствие. Все. Проверяю результат. Запускаю данную процедуру на выполнение. И вот оно, сообщение MessageBox, в котором у меня светится кнопочка «Нет». Поэтому если я не глядя нажму Enter, то сработает «До свидания». То есть я не хотел продолжить работу. У меня все закончилось. Если же я нажму кнопку «Да», то в этом случае сообщение «Продолжайте». И мало того, вы слышали, был звуковой сигнал. Вот получается, что я когда нажал «Нет», тихо, спокойно все закончилось. А вот эта вот иконка vb-information, она еще связана со стандартным звуком Windows. Но это, правда, зависит от настроек в операционной системе. Может, звука и не быть. Сейчас у меня этот звук присутствует. Да, продолжайте, пожалуйста, вот ответ на ваше сообщение. Ну и, собственно, остается только один вопрос. То, что я показывал, где это может пригодиться и как может быть приспособлено к работе. На самом деле, я считаю, что у нас два были здесь варианта использования MessageBox. И применяются они, естественно, в разных случаях. Первый вариант простой. С одной кнопочкой «Ок» – это сообщение о том, что у нас все успешно сработало и завершается. А, соответственно, если у нас MessageBox с двумя кнопками или больше, то это обычно некое подтверждение работы. И такое, наоборот, мы программируем в начале процедуры. То есть, макрос начинает работу и говорит, а вы уверены, что хотите применить данное действие здесь, конкретно, вот на этом листе, вот для этих ячеек? Если да, то, пожалуйста, действие ваше выполняется. Если нет, мы отказываемся выполнять какие-то команды. Это особенно важно и принципиально, так как у нас действие макросов в Excel на листе невозможно отменить стандартными средствами. А поэтому без предупреждения я бы, например, вообще ни одну процедуру, которая вносит какие-то изменения в ячейки, в рабочую книгу, не запускал. Так что вот такой диалог подтверждения, пожалуйста, можно использовать. Ну и тогда уже такой проблемы не будет, что пользователь случайно нажал кнопку, а потом удивляется, что у него все изменилось, все испортилось на листе, так как предупреждение было и все корректно сработало. Ну вот, собственно, пожалуйста, это то, что мне хотелось сегодня рассказать, показать. И если какие-то вопросы еще остались, то готов на них ответить. Но, в общем-то, это у нас тематика, которая касается программирования макросов. Мы говорим о функциях месседжбокса, постоянных, используем в различных упражнениях. И на четвертом, и на пятом курсе Excel, где у нас как раз обсуждаются макросы на VBA, программирование среди Excel. Пожалуйста, готов ответить на ваши вопросы, и тогда мы будем заканчивать. Спасибо. Спасибо.